Девочки, сегодня я хочу с вами поделиться своим новым обустройством хранения всех моих текущих процессов. Как такового хомячьего уголка у меня нет, но я все пытаюсь как-то устраиваться, организовываться, какие-то ящички, хомячок разрастается, запросы у него тоже становятся побольше. И вот я решила выделить себе, у меня есть в моей рабочей комнате, в нашей рабочей комнате с мужем вот такой вот комодик. И я решила выделить там себе один ящичек, где я разместила в коробочках мои все текущие процессы. И вот тут как раз у меня висят мои любимые работы над этим комодиком. И каждый день, когда я или работаю, или вышиваю, я тоже могу их видеть. Вот так мы вместе их повесили. Очень люблю эти работы. Тут у меня такая композиция рождественская, небольшая. Потихоньку начинаем украшаться. Кто-то уже закончил украшаться, а мы еще не очень. Ну давайте я продвинусь поближе и покажу вам, как у меня все обустроено. Итак, вот так выглядит мой ящичек. Разместились здесь разные такие коробочки. Я сейчас буду вытаскивать по одной коробочке и вам уже показывать все содержимое, что там находится. Итак, коробочка номер один. У меня это серия коробочек, их две. Одна вот эта большая есть, еще поменьше. Очень она мне нравится, она такая стильная. Внутри обшита тканью. Замечательная такая штука. И здесь у меня хранится мой процесс от Риолис, который называется Попутный ветер. Это вот такой у меня мой органайзер. Да? С моими иголочками. Коробочка у меня закрыта обычно сверху тканью. Тоже это канва, но она очень-очень крупная. Вот такая не очень хорошего качества, скажем. Дальше у меня лежат там мои ниточки в моточках, которые еще не были в работе. Вот в такой вот пакетике от Икея. Закрывается здесь, вы знаете, такой вакуумный пакетик. Все это герметично и компактно. Дальше идут такие нарезанные схемы. Я вышиваю схемами по кусочку. Вот так нарезаю и с ними работаю. Это вот мои текущие, которые последние были схемки. Сама канва с работой, которая у меня вывернута наизнанку, чтобы сильно не пылилась. Я сейчас открою вам и немножко покажу. И дальше осталось здесь в коробочке. Это образцы с ниточками и сами планшетки тоже с ниточками. Вот так. Сейчас я открою свой кораблик. Покажу вам, раз уж пошла такая гулянка. И так, показываю вам. Разложилась сейчас на столе свой корабль. На таком этапе остановилась у меня вышивка. Вот здесь вот этот вот кусок. Так мне хочется его дошить. Где не хватает прям, чтобы корабль немножко уже принял более-менее правильное очертание, правильную форму. Потрясающая работа. Очень-очень ее люблю. И надеюсь, в скором времени я ее все-таки закончу. Очень плохо наводит камера резкость. Люблю этого человека. За штурвалом. Вот так. Такая моя работа. Давайте продолжим. Вторая коробочка, которая у меня здесь хранится, это вот такая коробочка. Здесь у меня идет процесс по дизайну Ланарте. Называется поцелуй. Сверху находится вот такой маленький контейнер. Здесь у меня хранятся мои ниточки. Вот они. Вот они, красавицы мои ниточки. Золотая ниточка. Порядка 40 оттенков используются в этой работе. Дальше. Ну, здесь простая совсем организация. Особо показать нечего. Три планшетки с ниточками. Небольшая бумажечка с какими-то отметками по цветам ниток, которые я купила. И заготовленные здесь также значки под органайзер, иголочка. Которую я, кстати, не делала. Наверное, делать не буду. И хочу вам показать немножко свою работу. Я сейчас ее, мою работу эту не вышиваю. Все это связано с конвой. Я заказала еще несколько видов конвы, равномерку, аиду 18 каунта, эйбори. И все это связано с тем, что меня очень мучают сомнения, а правильно ли я выбрала конву. Потому что это конва здесь местного моего производства. И мне не нравится то, как здесь ложится крестик в одну ниточку. Здесь все так очень мелко, что, мне кажется, теряется вот этот объем и красота. И совершенно не видно вот этих переходов, где в одну ниточку, где в две ниточки. И я жду конву. Как только она придет, я, скорее всего, опробую то, что мне понравится. И, возможно, заменю конву и тогда начну. Ну, а эту просто отрежу и буду использовать остальную часть конвы под что-то другое. Также мне очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Вышивали ли вы какие-то наборы ланарты, какая там была конва. И, может быть, вы вышивали конкретно эту работу. И можете дать какой-то совет. Но вот пока на данный момент я жду конву и буду уже думать. Буду признательна за любые ваши советы. Вот она у меня тут скрученная вся. Видите, так на булавочках. У меня тут такие булавочки. Вот так. Пока отправляются запасники. Что еще хранится у меня в этом моем таком ящичке? Здесь у меня также лежит немножко труба и мои планки от станка. Это планка с тканью родная. Здесь также есть разъемы под клипсы. И вторая планочка это от рамы пяльца Арабеско. Очень хорошее качество. Идеально подошла и под мой станок. Вот они, видите, идеальные. Поэтому пользуюсь с удовольствием. Были бы у них еще большие такие рамы пяльца, я бы взяла и на побольше. Так. Еще одна вот такая коробочка. Тоже очень она симпатичная. Такая офисная. И в этой коробочке у меня хранится не какой-то текущий процесс, а мои расходные, разные материалы, которые нужны при организации любого процесса. Здесь клипсы, биндеры. Здесь у меня очень много всяких бобинок картонных, пластиковых. Тут вот есть иголочки, есть наклейки, номерков на бобинки. В общем, все, что необходимо, чтобы организовать процесс, находится под рукой в этой коробочке. Так, что же еще у меня осталось в моем чудо-ящичке? Осталась вот такая вот неприглядная коробочка. Это подарок от какой-то телефонной компании. Какой-то непригодный планшет, которым я не пользуюсь. Но коробочка, она мне здесь подошла, и я хочу ее обтянуть тканью. Надеюсь, что как-то я займусь. Есть очень прекрасные даже мастер-классы, как это делать. И я обязательно постараюсь это сделать. Я оставила здесь такую сверху большую картонку плотную, под что-то мне пригодится. Сверху лежит вот такой маленький процесс у меня был. Очень давно, это первая вышивка, вышивала на страмине. Я хочу эту вышивку обустроить вот как-то так. Так, видно? Вот. И приклеить, скажем так, вот сюда. А дальше обтянуть все какой-то тканью. То есть это будет вот сверху на ткани вот такой вот рисуночек. Вот так. Ну, пока руки не доходят, поэтому... Что же в этой коробочке? А в этой коробочке у меня мой мега-долгострой. Долгостроище. Вот. А, не знаю, как я к нему доберусь. Здесь вот у меня даже беда случилась. Юля-экспериментатор. Сейчас я вам покажу. Я решила к пластиковым бобинкам номер, который вот на таких есть, продаются в наклейках, приклеить на скотч. Ну, чтобы плотнее не держался. И он почему-то этот скотч здесь совсем не держится. И он вместе с этим скотчем везде практически вот так подлипал. Я боюсь даже шевелить эти номерочки. Нужно сесть или перемотать, или переклеить, или что-то делать. Вот. Ну, вытащу все-таки конву. Покажу, что за мега-долгострой находится у меня в этой коробочке. Просто очень даже стыдно, что эта работа до сих пор у меня. Вот и в таком состоянии там как бы телепается. Это моя вела в море. Очень красивый сюжет. Очень-очень мне нравится. Ну, вот, блин, девочки, стромин. Почему-то так тяжело идет. Прям очень тяжело. Я практически ее уже вышила. Самую большую часть, самая сложная. Осталось уже совсем немножко. Я ее обязательно дошью, поставлю в план на будущий год. Ну, вот она у меня уже два года вот так валяется. Я ее по чуть-чуть вышиваю. Опять она у меня в коробке, в сумочках, там еще где-то что-то как-то. И не могу ее никак закончить. Хотя работа очень яркая и потрясающая. Ну, что сделать. Тоже опыт. Причем это гобелен. Вот. В общем, показала вам все мои текущие процессы. Ой, бала-бабинка. Есть у меня еще то, какие задумки по организации. Вот. Покажу вам. Видите? Все вот так пооттопыривались, поотклеивались. Не делайте на скотч. Все. Видите? Отлипает и все. Вот такие вот мои коробочки. Мои все коробочки с моими процессами. Не люблю я плодить много процессов. Но, в принципе, по сравнению как бы с другими девочками, у которых есть тоже много текущих процессов, это совсем еще не много. Тут всего лишь буквально несколько процессов. К тому же этот у меня идет очень активно. Просто я его отложила временно. Ну, я думаю, что поставлю в план на будущий год и буду всех их дошивать. На этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной. Желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok